Здравствуйте! Сегодняшняя лекция посвящена основам, правовым основам патологоанатомической службы. Эти основы, в принципе, вам понадобятся в дальнейшем для того, чтобы в минимальной степени планировать хотя бы ваше взаимодействие между лечебными отразделениями больницы и, собственно говоря, патологоанатомической службой. Значит, все, что нужно, написано в 67-й статье Федерального закона 323-го от 21-го 2011 года, который называется «Обосновывая охрана здоровья граждан Российской Федерации». По этому закону, в принципе, работает вся медицина нашей России. И именно 67-я статья позволяет нам уточнять основные моменты, основные положения работы патоломического отделения и проведения вскрытий и вообще взаимодействия патологоанатомической службы со всеми остальными службами. Итак, значит, с какой целью проводится патологоанатомическое вскрытие? Оно проводится для получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания, чтобы в дальнейшем имелась возможность встречать патологоанатомические клиники или заключительные клинические диагнозы с целью уточнения наличия или расхождения диагнозов. И, естественно, наличие статистической погрешности в тех или иных заболеваниях. Порядок проведения патологоанатомических вскрытий определяется федеральным органом исполнительной власти. В ряде случаев родственники имеют право отказаться от проведения патологоанатомического вскрытия. Это могут быть, в принципе, дети, бабушки, дедушки, внуки, прабабушки и так далее. А при отсутствии данных родственников возможно получение отказа от вскрытия, если имеется уполномоченный представитель или прижизненное волеизъявление умершего, которое заверено нотариально. Все остальное не будет являться причиной для отмены патоломического вскрытия. Соответственно, в случае, если есть подозрение на насильственную смерть, никакого отказа никто выдавать не будет. Если нет возможности установления заключительного клинического диагноза, приведшего к смерти, или неясная непосредственная причина смерти, то есть когда чаще всего это относится к досуточной летальности, тоже никто не будет отменять вскрытие. Если производилось оказание медицинской помощи пациенту в условиях стационара в течение менее одних суток, также происходит невозможность, появляется невозможность отказа от патоломического вскрытия. Если есть подозрение на передозировку или непереносимость лекарственных или диагностических препаратов, или же смерть, связанная с проведением различных инструментальных, диагностических или каких-либо других мероприятий, и смерть наступила во время или сразу после них, тоже не будет отменов вскрытия. Если есть подозрение на инфекционное заболевание, или если подтверждено инфекционное заболевание, также не производится отменов вскрытие. Если есть онкологическое заболевание, но отсутствует при этом гистологическая верификация опухоли, также не будет возможности отказаться от вскрытия. Если есть заболевание, связанное с последствиями экологической катастрофы, если имеется смерть беременных рожениц, родильниц, детей до 28 дней жизни включительно, также не происходит отмена вскрытия. Причем эти вскрытия, как правило, стоят на учете у главы администрации районов и даже республик. Рождение мертвого ребенка или необходимости судебно-медицинского исследования. Если вы обратили внимание, то первый пункт – это насильственная смерть. И необходимость судебно-медицинского исследования как будто бы повторяют друг друга. Но здесь, в седьмом пункте, в принципе, говорится только о том, что есть необходимость проведения судебно-гистологического, судебно-химического или какого-другого исследования. Не просто вскрытие, а именно таких манипуляций. Дальше. Обратите внимание на следующий момент. Точнее говоря, когда больной поступает в стационар, он одновременно подписывает все разрешения на проведение манипуляций со своим телом. То есть оперативно мешает, то есть какие-то инструментальные лечения и так далее. В том числе и на случай, если человек умирает, то ему проводится вскрытие и забор органов, материалов человеческого тела. Но при этом не нужно писать дополнительных каких-то разрешений на это. Это все входит в именно этот перечень разрешенного. Дальше. После вскрытия возможно выдача родственникам заключения причины смерти. Это могут получить, естественно, все близкие родственники, да и дальние также. Те, которые, может быть, будут участвовать в захоронении трупа убежшего. Или же законные представители. Причем в этом разрешении будет указано, в заключении будет указан сам диагноз, выписка из клиника патологоанатомического эпикриза и девятнадцатый пункт медицинского свидетельства смерти. Больше никаких данных в нем указано не будет. Значит, пункт шестой, шестьдесят седьмой статьи достаточно своеобразен. Здесь, как вы видите, говорится о том, что, в принципе, родственники имеют право пригласить на патологоанатомическое вскрытие врача-специалиста при наличии его согласия для участия в патологоанатомическом вскрытии. Ну, честно говоря, если приглашается не врач-патологоанатома, а обычный врач-хирург или еще кто-либо, то, собственно говоря, большого толка от этого не будет. Потому что по своей практике я знаю, что большинство врачей практически не понимает и не помнит патологоанатомию уже спустя год-два после окончания медуниверситета, а то и раньше. Поэтому, да, мы должны помнить, что есть такая возможность, но при этом практическая ценность ее крайне минимальна, если это не врач-патологоанатом или, в крайнем случае, судебный медицинский. Дальше. Значит, заключение о результатах патологоанатомического вскрытия, как вы видите, в 7 пункте 67 статьи, возможно быть обжаловано в суде родственниками, внуками, бабушками, дедушками, всем кем угодно, а также законами и представителями. Но обратите внимание на следующий момент. Если тело умершего выдано без вскрытия, то ни о каком обжаловании речи идти не может. Поэтому, когда родственники будут пытаться вам говорить о том, что давайте мы выдадим тело без вскрытия и так далее, и так далее, вы должны обязательно всем объяснять, что если вы это сделаете, то никаких судебных претензиях к больнице, к каким-либо конкретным врачам, вы иметь не имеете возможности, потому как нет результатов патоанатомического вскрытия. Только обязательно, пожалуйста, это все разъясняется. Значит, следующий пункт – это положение о том, что патологоанатомическое вскрытие производится с соблюдением достойного отношения к телу умершего и сохранения максимального его анатомической формы. То есть здесь говорится о том, что мы не обезображиваем тело, мы делаем все аккуратненько и красиво, и в дальнейшем тело выдается уже в достойном форме, в достойном виде для его захоронения. Значит, в 2013 году, наконец-то, был утвержден приказ о порядке проведения патологоанатомического вскрытия. До этого времени пользовались приказами 1988 года Российского Советского Союза, поэтому этот приказ, скажем так, очень актуален. Его номер 354, и здесь четко и конкретно указаны, какие документы имеются в патенотомической службе, какие положения, какие штаты, и все, что только нужно для этого. Вот, наконец-то, это еще раз подчеркиваю, появилось. Дальше. На основании этого приказа были написаны нормативные документы под редакцией Франко и Малькова. Это был 2014 год. Опять же, на основании 67-й статьи закона, на основании этого приказа эти документы созданы. Это краткий такой сборный перечень, который отражает максимально полно, несмотря на то, что он краткий, максимально полно все положения 67-й статьи и приказов, и мы можем использовать их как, скажем так, пособия для работы. И в дальнейшем, во время вашего обучения, в принципе, я вам рекомендую скачать данные нормативные документы. Они совершенно спокойно лежат в интернете, доступные. Дальше. Если человек умирает, его направляют на патанатомическое вскрытие. До этого, надеюсь, вы помните, что тело должно отлежать 2 часа в стационаре, только после этого должно быть помещено в холодильник патанатомии. Если тело, несмотря на то, что тело, скажем так, доставляется, оно должно быть должна быть бирка, выставеряющая, что именно этот человек. И плюс обязательно направление на патанатомическое вскрытие. Здесь у вас, вы видите, типовой вариант для такого направления. Если его нет, в принципе, врачи патанатомы или санитары патанатомического отделения имеют полное право не принимать это тело, потому что это тело будет считаться без документов, оно будет считаться неопознанным, а неопознанные тела имеют право находиться только в судебном морге, а не в обычной патанатомии. Поэтому, еще раз подчеркиваю, это тело может быть не принятое патанатомии до момента, пока не будет это направление написано. Здесь, как видите, ничего особо сложного нет. В направлении есть название медицинской организации, фамилия врача, имея отчество, умершего, дата рождения, то есть фактически этот листочек вы можете написать на коленке и принести. Форма, еще раз подчеркиваю, может быть произвольна, но основные моменты должны быть указаны. Дальше. При каждой смерти человека должны приезжать судебные эксперты, которые устанавливают или хотя бы просто приходить кто-то из милиции устанавливать наличие или отсутствие признаков насильственной смерти. Они, естественно, пишут такой протокол устанавливания смерти, где, если тело имеет признаки насильственной смерти, оно направляется на вскрытие в СМЭ, если же оно не имеет этих признаков, то, соответственно, милиция пишет, что если врач не имеет права выписать свидетельство о смерти, или же направляется на вскрытие. То есть, вот такие моменты тоже должны быть. Желательно их подклеивать в историю болезни, чтобы вопросов потом не возникало. Дальше. Значит, по поводу отказов от вскрытия, в любом случае, все, что, если вдруг больной или родственники отказываются от какого-либо манипуляции, лечения, или чего угодно, пожалуйста, всегда берите отказы от проведения данных манипуляций или данного лечения, чтобы потом в дальнейшем проблем не было. И, соответственно, если они отказываются от проведения патруда анатомического вскрытия, обязательно должна быть млада в истории болезни о том, что они отказываются, где они говорят, что я такой-то, такой-то. Обратите внимание, что я информирован о невозможности проведения экспертного анализа в случае сомнения в качестве медицинской помощи о присутствии патруда анатомического вскрытия. И, соответственно, если это есть, то и не будет экспертизы, не будут потом никакие претензии приняты в отношении медицинской организации. Дальше. Значит, на данный момент вскрытие имеют свою категорию. В зависимости от того, в зависимости от этого, скажем так, количество вскрытий на одну ставку может варьировать. Я чуть позже вам буду показывать этот слайд. Сейчас давайте поговорим о первой категории сложности. Значит, первая категория сложности от общего материала это самое-самое-самое простое вскрытие. То есть, банально, просто тело вскрыли, органы посмотрели, макроскопически описали и гистологию не проводили. Почему? Потому что нет возможности в данном медицинском учреждении. Если такой возможности нет, это будет первая категория вскрытия и, соответственно, эту невозможность проведения биопсинового исследования нужно обязательно задокументировать актом, где пишется, что это невозможно было сделать. Это будет аутопсия первой категории. Подчеркиваю, она самая простая, но в 99% случаев таких категорий не бывает. потому как, как правило, во всех медицинских учреждениях есть возможность сделать аутопсийное исследование. Вторая категория аутопсийного исследования фактически это та же самая первая категория, но с возможностью сделать гистологическое исследование. Когда нет затруднений в диагнозе клиническом, когда он совпадает с патонатомическим, нет никаких трудностей в трактовке механизма смерти, то есть, когда всем все понятно, всем доволен, что совпало, это будет вторая категория сложности. Дальше, третья категория сложности. Значит, смотрите, здесь, скажем так, немножко отличается от второй. Да, здесь диагноз установлен, здесь есть осложнение, все понятно, все хорошо, но не совсем понятно механизмы смерти, есть какие-то причины, потребовавшие для уточнения механизмов смерти, может быть, самого диагноза, дополнительного использования гистологических, гистохимических, бактериологических или каких-то других дополнительных методов исследования, мы в данном случае будем расценивать ее как третья категория. Дальше, четвертая категория. Прежде всего, мы будем смотреть на диагноз, который у нас получился после скрытия. То есть, если есть комбинированное заболевание или полипатия, вот это мы все будем относить к четвертой категории сложности. Если они, конечно, не исключены, допустим, как вы видите, ишемическое боле сердца, сферы провоскулярные, на фоне артериальные гипертензии и так далее, они будут отнесены уже к случаям вторую, третьей категории, но не к четвертой. Дальше, пятая категория сложности. Здесь, в принципе, тоже все достаточно просто. Все случаи расхождения клинического и патантомического диагноза мы будем с вами относить именно к пятой категории. Сюда же мы будем с вами относить, когда нам не совсем понятны патологические процессы, когда не уточнена причина смерти, не уточнена кистогенеза опухоли, при особо опасных инфекциях, все случаи ВИЧ-инфекции, и также вскрытие, потребовавшее применение дополнительных иммуногистохимических, молекулярно-биологических, электронно-микроскопических методов исследования, то есть достаточно дорогих методов исследования по сравнению с обычными дополнительными окрасками или бактериологическим пассивом. Это еще раз подчеркиваю пятая категория сложности. Дальше, значит, по поводу так называемого сухого архива. К сухому архиву, напоминаю, если кто-то не помнит, с третьего курса относятся гистологические препараты, или как вы их раньше называли, стеклышки, и также парафиновые блоки, то есть те участки органов рутания, с которыми были сделаны эти гистологические препараты. Согласно требованиям, они хранятся в патонатомическом отделении в три года. Протоколы патонатомического вскрытия хранятся столько же, сколько хранятся и история болезни. Если имеется письменный запрос органов дознания, все биопрепараты, которые есть, также протоколы вскрытия, все остальное, должны быть обязательно получаться только по постановлению суда. И лицо, получающее данный материал, обязательно должно записать об этом в журнале. Вот, что взял такой-то, такой-то, получил какие-то, такие-то материалы, чтобы потом вопросов не возникало кто взял, куда взял, почему делать, опять же, от этих органов дознания. Значит, дальше. Медицинские отходы. Медицинские отходы от патантомического вскрытия относятся к группе B, то есть опасные достаточно отходы, это при условии, если мы не занимаемся с инфекционными вскрытиями. Вы сами понимаете, что это будет уже немножко другая категория. Вот, и согласно санпину и так далее, и так далее, все вы заселите, не буду читать. Дальше, значит, по поводу влажного архива. Значит, влажный архив, это тут те кусочки органов и тканей, которые были получены в ходе патологоанатомического вскрытия и которые не пошли на изготовление блоков и гистологических препаратов. Они хранятся упакованы в марлечку, подписанные с бирочкой и, соответственно, в 10% нейтральном, как правило, забуференном формалин. Данный формалин, в принципе, стандартизирован как основной фиксатор в патоломической практике. Он централизованно закупается как под анатомическим отделением, так и больницей и распределяется уже по отделениям для того, чтобы они их использовали. Значит, влажный архив, опять же, согласно приказу, в принципе его может утилизироваться сразу после появления диагноза. То есть, если, допустим, вы взяли биопсию и через 5 дней у вас получился блок, точнее, стекло, вы написали ответ на направление на гистологическое исследование, свой диагноз, с этого момента по факту вы имеете право утилизировать данный биоматериал. То же самое касается и материала после вскрытия. Можно, конечно, оставлять влажный архив в качестве учебных пособий или для просмотра в клинико-анатомических конференциях. Это уже дело личное для каждого патонатома и для каждой больницы. Дальше. Ну, по поводу гистопрепаратов мы, в принципе, с вами уже договорились. Единственное, что, как видите, здесь пишется, что они уничтожаются без составления актов. В принципе, в последнее время есть достаточно удобная возможность. То есть, есть фирмы, которые специализируются на утилизации отходов больниц. И, в данном случае, это удобно. Они приезжают, привезли свои контейнеры, поменяли полные на пусты и, собственно, нам уже проблем особых не возникает. Дальше. Значит, по поводу классов медицинских отходов. Опять же, если вы не знали, здесь класс а, эпидемически безопасные, класс B эпидемически опасные отходы, к ним относят под다는 ический отходы. Значит, маркировка класса Б желтый цвет, и, соответственно, в зависимости от состава мархологического отходов, можно выбирать либо мягкую упаковку, либо жесткие контейнеры. Значит, класс Б чрезвычайно эпидемически опасные отходы, класс Б таксиологически опасные отходы, и класс D радиоактивные так значит появился еще один приказ уже достаточно недавний до 16 года о правилах проведения патантомического исследования но здесь уже идет речь не о аутопсийном исследовании а о биопсийном этого приказа не было вообще не при россии не при советском союзе вот так первый приказ который рекламендирует все положения по поводу штатного оснащения нагрузок и прочего 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 все что касается именно патогистологического исследования прижизненного раньше еще раз подчеркиваю этого не было было единственных приказ по онкологии где были такие нормативы но они распространились исключительно онкологии и так значит по поводу нагрузок смотри как вы сейчас видите на оставку врача патологом томат подробно там обратите внимание годовая нагрузка тысяча случаев исследования 1 категория 902 803 704 и 605 подчеркиваю это биопсийное исследование этот случай значит обратите внимание еще раз на один момент случаи это не стекла случае это допустим один материал с одного направления от одного больного то есть если мы допустим получили флакон где-то 5 кусочков это все равно будет один случай будет 20 кусочков тоже будет один случай будет один кусочек это тоже будет один случай но в среднем среднем на один случай приходится 4 стекла то есть если пересчитать на предыдущие нормативы которые были до 16 года на ставку врача патонатому приходилось 4000 биопсии то есть 4000 стекол в год то есть по факту в принципе осталось то же самое изменилось только способ подсчета тогда были стекла сейчас в случае вскрытие как вы видите опять же первая категория напоминает самое простая самое простое вскрытие без изготовления гистологических препаратов 200 случае вторая категория 175 категория 50 4 125 и 5 категория 100 то есть минус 25 на каждую категорию но обратите внимание что не обязательно человек будет только вскрывать это скучно извините это деградация и не обязательно будет смотреть только биопсии потому что вариант извините можно не вскрывать не забывать поэтому как право высчитывается уже зависимости от нагрузки и зависимости во сколько кто чего не это в принципе дает возможность как-то сказать честно распределять нагрузку потому что кто-то может допустим смотреть только первую категорию извините смотреть аппендицит и смотреть опухоли головного мозга если на аппендицит мы допустим врачи достаточно до квалифицированные можем потратить там ну 30-40 секунд на 50 ну хорошо минуту то биопсию головного мозга с опухолью неизвестно происхождение можно смотреть и сутки двое и трое то есть затраты гораздо лучше поэтому для скажу как этот подсчет более честно дальше обязанности медицинских работников опять же тот же самый приказ тоже самый закон до 323 приказ опять же 73 что мы имеем право что мы не имеем обязаны оказывать медицинскую помощь в зависимости от своей квалификации инструкции служебно-звучными обязанностями понятно мы должны честно работать дальше соблюдать врачебную тайну это никому не не тайна что нужно не болтать по краям больнички дальше совершенствоваться естественно что если вы не будете совершенствоваться вы не можете повышать свой уровень не можете повышать свой уровень будете получать меньше денег будете получать меньше денег и вам будет печально работать медицине дальше значит то что мы не имеем права самом деле гораздо больше то что мы имеем право и здесь естественно мы не вправе принимать подарки участвовать разработки и так далее то есть каким-либо другим образом подрабатывать во время основной своей работы дальше также заключать с различными компаниями соглашение о назначении рекомендаций препаратов конкретных данных и получат компании образцы лекарственных препаратов и так далее далее так далее все это тоже нельзя дальше значит не доставлять предоставлять недостоверную неполно искаженную информацию о препаратах скрывать на или сведения о наличии медицинских препаратов медицинских изделий осуществлять прием представителей фармацевтических компаний и других мероприятий связано с повышением их профессионального уровня какие нормативные документы в данный момент есть и которые были но которым я уже говорил это приказ 34 утверждение порядка проведения патономических вскрытия 13 года тот приказ по онкологии которым я вам говорил это 12 года номер 915 утверждение порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю онкология соответственно это единственный приказ вот обратите внимание первую точнее как 34 появился только в тринадцатом году вот а до этого существовал этот приказ только по нему мы могли хоть немножко ориентироваться в количестве и качестве и необходимости материалов для каждого из случаев дальше штат и опять же медицинская помощь по онкологическим заболеваниям но теперь у нас есть 354 приказ и 174 приказ вот и стандарт оснащения для гостических отделений онкологического диспансера опять же подчеркиваю это все идет к 915 там приказы сейчас у нас есть уже собственный приказ попадано дальше то что мы можем скажем так те в статьи под которые мы можем с вами попасть 109 статья уголовного кодекса причине смерти по неосторожности ну все мы прекрасно понимаем что наша работа достаточно сложная но я не считаю патонатом в данном случае мы смерть конечно можем принести но кому-то из больных это больше касается клиницистов но вы должны тоже об этом помнить что причине смерти по неосторожности может привести к возникновению уголовной ответственности то же самое тяжкого и среднего тяжести не оказание помощи больном и халатность по поводу халатности достаточно различные мнения существуют я говорил с одним из адвокатов он говорит что халатность относится только к должностным лицам то есть от заведующего отделением и выше что якобы к обычным врачам понять они относятся но на самом-то деле на самом-то деле в принципе каждый из нас имеет возможность и вести себя халатно по отношению к больному или проведению своей работы соответственно мы это делать не имеем права и я думаю что этот адвокат был неправ халатность может именно быть каждому из врачей дальше значит обратите внимание что гражданская правовая ответственность наступает вне зависимости от уголовных несмотря на то что есть уголовная может быть еще гражданская правовая поэтому будьте внимательны дальше значит еще одна статья общее основание ответственности за вреда вере описаться что когда зачем мы как причине не в рэда до вреда в состоянии крайней необходимости и возмещение вреда причиненного жизни для здоровья гражданина ну возбещение вреда вы прекрасно понимаете что есть дела не то ли это так доказано вы будете может быть даже иногда пожизненно возмещать вред которого не следует и тому гражданина причинении вреда состоянии крайней необходимости, но опять же, по большому счету, каждая медицинская манипуляция, связанная с повреждением кожных покровов, это можно отнести как вред, по большому отсчету. Я постоянно привожу с нее один пример. Допустим, у человека есть тромбоэмбола легочной артерии. Что мы должны сделать в этот момент? По большому счету, единственная манипуляция, которая может привести к восстановлению сердечной деятельности и дыхания, это излечение тромбоэмбола из легочной артерии. Что мы должны сделать? Естественно, это в грудную клетку легочный ствол излечит от тромбоэмбола. Но пока мы будем это делать, человек, в принципе, может умереть. И получается, что мы причинение вреда в состоянии крайней необходимости, и при этом, собственно говоря, причине смерти, докажите, пожалуйста, что это не причинение смерти и по неосторожности. Поэтому в данном случае, я думаю, что каждый для себя должен решать степень воздействия на такого больного. Субтитры создавал DimaTorzok